Платить деньги все требуют, а дом без ремонта. Без ремонта совсем ничего не делают. Вообще. Причина возмущения – двойные платежки. Ни один месяц они треплют нервы жителям сразу нескольких домов в вагонке. Причем многие люди, не разбираясь в ситуации, оплачивают услуги ЖКХ кому придется. В итоге в квитанции следующего месяца – долги. В этом месяце мне приходит опять 1208, что я вообще ничего не оплачивала. Квитанции с круглыми суммами поступают от почти одноименных управляющих компаний «Райкомхоз НТ» и «УК Райкомхоз НТ». Жители уверяют – сотрудничают с первой управляющей компанией. Именно эту организацию для обслуживания три месяца назад выбрали созданное почти во всех домах ЦЖ. Переходили мы с компанией в компанию из-за того, что думали, какое-то улучшение будет нашему дому. Но улучшений так и не было. Мы уже прошли на пять компаний. Вот остановились на Кривоногом. Мне понравилось тем, что у него нормальная команда, он хорошую набрал. Перейти перешли, правда, как оказалось, ненадлежащим образом. Это в ходе проверки выяснила прокуратура. По правилам старую компанию ЦЖ должны были предупредить о расторжении договора за 30 дней. Этого они не сделали. Еще одно несоблюдение. У новой управляющей компании договоры заключены не со всеми ресурсоснабжающими организациями. В принципе, как уверяет руководство РКМ-хоза, договоров не было и вторых коммунальщиков. Ресурсоснабжающая организация на эти дома ни с кем не заключала. Именно в лице Горэнерго. Нет этих договоров. У меня на данный момент остался последний договор с Горэнерго. У меня с Роскомнерго, с Водоканалом, с Элисом, с ВВС ТБО. Со всеми ресурсниками, которые представляют коммунальную услугу, заключены договоры. Осталось только тепло. Как только договор у Горэнерго будет подписан, говорят в РКМ-хозе, двойные квитанции исчезнут. Однако, когда это произойдет, там разводят руками. Тем временем, люди думают вернуть кровно заработанные. В прокуратуре говорят, это возможно. Если будет человек продолжать платить по той квитанции, которая была, если у него поступает новая, в любом случае, свою обязанность об оплате жилищно-коммунальных услуг он исполнил. Это подтверждается счетом квитанции, выставленной той организации, которая ранее была у него в качестве управляющей. И фактом оплаты, который подтверждается соответствующим оттиском. Вдвойную оплату с него никто уже не вправе взыскать. Ольга Шульга, Вадим Усков, Сергей Иванов. Новости Тагил ТВ.